Всем привет дорогие друзья! Возвращаюсь на канал после короткого перерыва. Как вы видите мы сейчас в дороге едем, едем в сторону города Львов. Появились дела, такая сформировалась деловая поездка и поэтому мы собрались и едем. Конечно же из-за дел не будет слишком много времени на съемки, но как всегда постараюсь для вас показать и заснять все самое интересное, такое необычное, то, чего возможно не покажет вам кто-нибудь другой. Поэтому друзья мои не теряйте и заглядывайте. Мы уже во Львове первый день, пошли конечно же в центр и сегодня я зашла, я уже снимала этот костел раньше, но сегодня решила еще раз зайти. Это гарнизонный костел, львовяне его знают как иезуитский костел, который был во времена, ну сказать в советские времена здесь был архив и сейчас этот храм реставрируется. Я его уже неоднократно снимала и также в предыдущие поездки я была в подземельях этого храма и также у меня на канале есть ролик с этой экскурсии, поэтому заходите у меня на канале плейлист Львов и смотрите. Очень интересные были засняты моменты. А сегодня пройдемся еще раз по этому красивейшему костелу и посмотрим, что здесь меняется, поэтому кому интересно, также загляните в предыдущие ролики, посмотрите как он выглядел раньше и сами сделайте свои наблюдения, что же здесь меняется. Это гарнизонный, как я уже сказала сейчас, костел, то есть связан с войском, с армией. И здесь вы найдете много атрибутов, связанных с армией. И показываю вам, здесь есть стенды, которые представляют историю костела и как он выглядел раньше. Вот здесь вы можете посмотреть, как выглядело помещение архива, какие стояли огромные полки с заваленными книгами и документами. Поэтому, конечно же, костел был недоступен для простых смертных людей. Вот так он стоял и, как сказать, портился, не портился, разрушался. Вот посмотрите, какие огромные полки до самого потолка. Все завалено книгами, документами. Когда-то, когда я приехала также с визитом во Львов, и только-только открыли этот храм, мне посчастливилось сюда зайти. И была возможность пройти на балкончик Диорганы и посмотреть, как они тогда выглядели. Это все было как в каком-то таинственном фильме. Такие развалины, такое все так, конечно же, не то чтобы романтично, но так было необычно. А это называется по-польски конфессионал. Это место для исповеди. И вот здесь есть такие старинные, еще сохранились. Видите, здесь сидит священник по серединочке, вот, который исповедует. А по бокам, вот есть окошечки, посмотрите. Вот еще раз показываю вам. Здесь сидит священник. Вот его место. А по бокам есть два места для исповедующихся. Если есть очередь, то очередь становится с двух сторон. И сначала, например, с правой стороны исповедуется человек, потом с левой. Вот такие окошечки со стороны священника. Когда он здесь исповедует, он открывает и слушает. А потом, когда переходит на другую сторону, эта окошечка закрывает и открывает то, чтобы не было такой слышимости. Конечно же, какая-то слышимость здесь есть. Сейчас уже эти конфессионалы выглядят немножко по-другому. Более они такие дискретные. Вот видите, здесь такая ступенька. На нее встаешь на колени. Можно облокотиться. И вот тут ты исповедуешься. Священник тебя слишком так не видит. Потом закрываете окошечко. Вот он поворачивается на другую сторону. И так идет очередь с двух сторон. Вот такие были в старинку конфессионалы. Место для исповеди. Сейчас это уже такая диковинка. Сейчас это такие маленькие комнатки. Входишь, тебя никто не видит, не слышит. Более так комфортно. Идем дальше по костелу. Здесь такие маленькие алтари. Конечно же, это сейчас греко-католическая церковь. Это уже не польский костел католический. Вот и уже на алтарях свои святые. Здесь, конечно же, все уже по-другому. Вот здесь стенды, наверное, с погибшими солдатами. Так как это гарнизонная святыня. Вот еще один конфессионал. Более такой встроенный в стенку. Мини-мини сюда надо будет втиснуться, чтобы поместиться на исповеди. Ну и так, как обычно, с двух сторон. Здесь столики, наверное, карточки для того, чтобы писать какие-то свои просьбы. Вот так, мне кажется. Сидят люди. Видите, еще все в тракте реконструкции. А как оно будет, посмотрим. Потому что все-таки алтарь в греко-католической церкви и в католическом костеле отличаются друг от друга. И как вот это все будет перестроено, мне самой интересно. Вот здесь тело Иисуса Христа. Еще один такой алтарь. Это, я думаю, все осталось от прежнего костела, так как он был иезуитским. А здесь стоит вот такой средневековый гроб и память о том, чтобы помнить о смерти. Наверное, это гроб какого-то маленького ребенка, потому что он очень узенький такой. С 17 века. Наверное, нашли где-то в подземельях. И он вот нам припоминает о том, что каждый из нас не вечен. И надо об этом помнить. И вот тут я увидела новинку, какой-то центр для детей. Посмотрите, какой переход из средневековья в современность. Открываются двери, и мы уже попадаем, как по машине времени, в другой мир. Я попробую пройти здесь, вам показать. Видите, вот так вот. И уже все современное. Входить во внутрь не буду, но через стеклянную дверь вам покажу. Перемещаемся в эпоху современности из эпохи Средневековья. Вообще, вот в таких старых святынях даже воздух другой, и он тоже имеет в себе что-то такое. не из мира сего, но вот так вот показываю вам еще, как выглядят еще стены недоремонтированные, но они также хватаются в сердце. Я люблю такие места, и поэтому приглашаю вас еще раз окунуться со мной в магию Львова в следующие ролики, которых, надеюсь, будет несколько. И мы с вами опять будем путешествовать, смотреть и наслаждаться этим волшебным городом. До новых встреч, друзья! Пока-пока! Не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!